Приветствую вас Алина, давайте мы разберем ваш вопрос. Значит, были браки с мужем 6 лет, пишите вы, развелись месяц назад, потому что проиграл миллионы лудоманов в общем. Вы развелись с мужем или муж развелся с вами, то есть кто был не театром, разводом. В браке ему было все пофигу, сидел за компром, пил пиво, энергетики, курил, внимания не уделял. То есть у мужчины было определенное поведение с вами. Непонятно, все ли 6 лет брака он так себя вел, или может быть 7 лет, как вы говорите. Я так понимаю, что речь здесь о том, что вы еще год до брака встречались. Но есть ощущение, что у вас к нему вот есть требование. Что он не должен был пить пиво, курить, сидеть за компром и соответственно не уделять вам внимания. То есть есть ощущение, что у вас на него обида. Что вот он не уделял мне внимания, вот он сидел за компром. То есть вас как бы это задевает, как будто. Вот. Ну, несколько странная эта история. Вот если вы выбираете мужчину, если вы начинаете встречаться с мужчиной, если вы вступаете в брак, то это означает, что вы принимаете человека безусловно. И... Коли он вот такой, то вы решаете для себя, принимаете ли вы его таким или нет. Вот. И если он лудоман, как вы говорите, то он болен, болен психически, и ему нужна помощь специалиста, а не книги по саморазвитию. Которые, к сожалению, являются, ну по сути, чуть-чуть серьезнее, чем обычная литература художественная. Поэтому здесь не совсем ясна ваша позиция. Ваша позиция проявляется в том, что он, вот он делает то, что вам не нравится, да, и не уделяет вам внимания. И вот есть такое чувство, что вас задевает, что он не уделяет вам внимания. Есть такое вот ощущение, что вас это задевает. Ну, если вас это задевает, то может быть в первую очередь имеет смысл, имеет смысл раскрыть то, как вы себя чувствовали. Например, вы чувствовали себя, к примеру, пустым местом. Вы чувствовали себя неважней. Вы чувствовали себя незначимой. С ним. Как вы думаете. Но с ним ли вы себя чувствовали? Так. Быть может, вы себя чувствовали и чувствуетесь так всегда. Коли так, это уже ваша личная проблема. В любом случае, совершенно очевидно, что в какой-то момент вы начали своего мужа терпеть. То есть просто терпеть. Вам не по душе, вам не нравится, вам... Ооо, вас не устраивает, как он себя ведет, но вы терпите. Почему? Из-за чего? Какие чувства удерживают вас с ним, когда он начал играть? Дальше. Сейчас ситуация такая. Он делает для меня все. Святые рестораны, массаж, фееричный секс. Бросил курить, играть, пить все что вредно. Начал заниматься спортом, читать книги по саморазвитию. Когда в браке он отрицал любые книги по психологии. Ну, это, знаете, как и с алкоголем. Да? Мужчины чувствуют вину в вину. Сначала. Перед вами. И перед собой. И его задача вас вернуть. Он верит в то, что он делает. Не нужно думать, что он построил такую суперсложную схему. И пытается вас к себе заманить. Нет. Он реально верит. Он реально верит в то, что он вот этого хочет. И сейчас у него действительно нет тяги к этому. Но! Заметьте. Заметьте. что человек книгопыл занимается своей проблемой профессионально. То есть, чтение книг это не профессионально. А рестораны, массаж, цветы и секс это опять же его инициатива. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мужчина сейчас дает вам как раз таки то, что вы нуждаетесь. Мужчина, условно говоря, давит вам на очень слабое место. на чувство своей значимости, на чувство важности, на ощущение себя женщиной, вероятно, и на ощущение нудности. И вас это подкупает. То есть, вы, при том, что знаете, при том, что знаете, что он лудоман, что ему нельзя верить, что он, скорее всего, не излечился от лудомании, и вы правы. Но вас подкупает то, что он дает вам вот то, что нужно. Вас это подкупает. И весь вопрос в том, что мужчина то вам это дает, но если вам кто-то что-то может дать, это означает, что этого нет у вас. И вот то, почему нет у вас, и то, чтобы найти внутри вас, что сейчас вам дает мужчина, представляется мне той самой задачей, с которой вам нужно начать. Не свидание, не спорт и так далее, а именно вот, вот эта задача. Дальше. Так, говорит, что он начал жизнь с чистого листа, но, понимаете, что сейчас ничего не может для семьи, мы копили на машину, которую он проиграл, и жить тоже негде, я съехал к родителям. Ну, смотрите, начать жить с чистого листа невозможно, потому что это предполагает аннулирование опыта. Если человек говорит, что начал жизнь с чистого листа, значит, он игнорирует опыт, а про него был до этого. Если человек игнорирует опыт, то, значит, он будет совершать ошибки. Может быть, это будут другие ошибки, но они будут. Да вот это довольно инфантильное и наивное утверждение, начать жизнь с чистого листа. Это невозможно. Можно что-то поменять, можно начать учитывать опыт, который человек имеет, но не начинать жизнь с чистого листа. Вот здесь у меня есть ощущение, что мужчина отражает ваше желание, и, к сожалению, мужчина отражает некоторую вашу инфантильность и вашу наивность. То есть, это вы хотите начать жизнь с чистого листа, это вы хотите забыть то, что у вас было с вашим мужем, как страшный сон, это вы не хотите учитывать тот опыт, который у вас есть. Это вы пытаетесь всего игнорировать, и хотите, но боитесь, по причине того, что чувствуете себя незащищенной. Боитесь поверить в то, что действительно можно начать с чистого листа. Но если бы вы не боялись, вы бы поверили, и вы бы с чистого листа начали. Понимаете? У меня столько ощущения, что мужчина просто отзеркаливает вам, то, что вы хотите. Такой вот момент. Дальше. Мы решили просто секс и всё. А зачем? То есть, ну... То, что вы решили, это понятно. Почему именно вы, Алина, это решили и позволили? Ну, а пока я с ним сплю, я не могу переключиться на другого кого-то. Ну, здесь несколько моментов. Во-первых, вам не нужно на кого-то переключаться, вам нужно какое-то время побыть одной, потому что, переключаясь на другого, вы, по сути, пытаетесь вышибить кликлином, а это так не работает. Во-вторых, проблема не только у мужчины, но и у вас, потому что вы, находясь с зависимым человеком, автоматически становитесь всезависимой, а у всезависимого партнера есть определенные проблемы, как минимум, проблемы с самооценкой и личными границами. Вот. Вы можете почитать про созависимость, и сами увидите общие моменты. Вот. Поэтому, здесь, вам не нужно на кого-то переключаться. То есть, опять же, пытаться решить свои проблемы за счёт кого-то. Вам нужно научиться решать проблемы с своей самостоятельной. Для этого вам необходимо быть ни с кем-то. Это первое. Смотрите, с другой стороны, вы боитесь сближения. Боитесь сближения, не хотите сближения с кем-либо. Потому что, опять же, личные границы. То есть, вот у вас есть человек, с которым вы как-то вот привыкли быть, и вы не хотите выстраивать отношения заново, потому что вам это сложно. Сложно, опять же, потому что личные границы не проставлены, и вы можете быть либо бесконечно близки к человеку, либо бесконечно далеки с ним. Видите, вас, вот, мотает в странную сторону здесь. То есть, вы вроде бы развелись, но в то же время вы спите. То есть, по сути, развода не произошло. Ну вот. Ну и возникает вопрос, так, ааа, зачем тогда вы разводили? Ааа, если вы всё равно, всё равно спите, спите мне. Вы говорите, что я не могу переключиться на кого-то, пока я не сплю. Но ведь здесь же эмоциональная история ещё, на что у вас есть какие-то чувства к мужчине. И с этими чувствами нужно разобраться, что это за чувства. Вот. И представляют ли они себя там, любовь, например, или это, что-то другое. Ааа, мне для жизни нужен мужчина, новая жизнь, а пока я с ним, я понимаю, что никого так не найду. Опять же, вы пишите, мне для жизни нужен мужчина, новая жизнь. Почему вам для жизни нужен мужчина, почему вам для жизни недостаточно самой себя? Вопрос, да? Ну вот. То есть, как-то странно получается, что вам для жизни нужен кто-то. Это, как минимум, высказывает вашу, ну, какую-то несамостоятельность. Это высказывает какую-то вашу потребность, это высказывает вашу зависимость. Понимаете? И эта зависимость сделает вас уязвимой вот для таких мужчин, как ваш муж, бывший. Понимаете? То есть, вы даже не ставите под сомнение этот факт, что вам для жизни нужен мужчина. Во-первых, что значит для жизни? Да, вы живете, вы уже живете. Во-вторых, для жизни вам нужна только вы. Мужина – это костыль. Получается, что ваш муж был для вас костылем, был и ее для вас костылем. Для которого вы опираетесь, чтобы идти по жизни. Вот. И, соответственно, если это так, то почему, с какой стати вы решили, что вам нужен вот, собственно, этот костыль? Почему вам вообще необходимо опираться? Почему вы хромаете изначально? Изначально нужно посмотреть на причину хроматы вашей. Получается, что мужчину вы, по сути, используете. То есть, вы говорите, что мне для жизни нужен мужчина. 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 Новая жизнь. Вот. Новая жизнь – нет. Это вот видите, как вот с начальства чистого лица и вам нужна новая жизнь. То есть, это вот в пользу того, что мужчина вас озеркаливает. По сути. Объясняем это все, он понимает, но говорит, что не сможет меня никому отдать и плачет прямо слезами. Но это зависимость. Это зависимость и такая вот подскудная манипуляция. То есть, мужчина не знает, что он нами манипулирует. Вот это первое. Второе. Объяснять дисполезно. Потому что интеллектуальные конструкции здесь не имеют смысла. Имеет смысла чувство страха потерять вас у мужчины. И чувство страха вашего асосады. И все эти слова – это просто пшик. Вот. И семью никак не возобновить и отпустить не может. Ну, опять же, насчет семьи возобновить я не очень понимаю, о чем конкретно идет речь. Потому что, во-первых, что такое семья? Семья – это, опять же, просто социальное образование. Это просто слово. Да? У вас, вероятно, никогда не было в семье, но вам для чего-то возобновить семью хочется. Опять же, для чего? Какая с этим связана потребность ваша? Во-вторых, вы говорите, что он отпустить не может. Да, хорошо, он не может, но почему он должен вас отпускать? Почему вы не можете уйти сами? Этот вопрос связан напрямую с тем, что вы решили оставить с ним сексуальные отношения и принимать от него все то, что он для вас делает. Так, дальше, у меня к нему доверия нет никакого, заново я с ним, я не смогу с ним быть, вы уже с ним находитесь, он для меня неудачник и больной человек. Да, но вы с ним находитесь по приятному. То есть, вы говорите, но вы с ним. По большому счету, ваши слова – это то, что напрямую расходится с делом, к сожалению. И как бы вы его не обесценивали, вы с ним. Кстати, обесценивание – это механизм защиты. Вы говорите, что он неудачник и что он больной человек и что вы с ним не сможете быть. Это обесценивание. Чтобы скрыть, насколько он вам важен. Вы боитесь признать себе, насколько он вам важен. Потому что, если вы это признаете, вы увидите то, что вы зависимы от него. А вам это неприятно. Но именно для того, чтобы двигаться дальше, вам нужно признать то, что вы зависимы от него. То, что вы сами не способны удовлетворить свои потребности. Знаете? Дальше. Но как бы стало, что его нет в моей жизни, то сейчас так не смогу. Это созависимость. Он удерживает моральное перекладывание ответственности. Это перекладывание ответственности, потому что никто не может человека удерживать. И я не могу сейчас переключиться ни на кого. Это тоже перекладывание ответственности. Вы и не хотите. Ну, я уже говорил о том, что переключение ни на кого, либо это не решение проблем. Что нам делать, чтобы не мучить друг друга? Некорректный вопрос, потому что, чтобы делать вам, нужно, чтобы вы вместе обратились к психологу. А что делать лично вам, Алина, я, в принципе, уже сказал. Дальше. Еще вопрос. Вудоманы, а не манипуляторы? Кто-то да, кто-то нет, но, как правило, манипуляция происходит не особенно. Я прямо как будто зомбированный им его обещаниями, которые никогда не выполняются из-за священия обстоятельств. Понимаете, зомбированием вы объясняете свое состояние, но на деле это просто нежелание принимать личные ответственности за свою жизнь. Страх. Просто страх. Просто страшно. Вам просто страшно брать ответственность за свою жизнь. Все. Я постоянно жду от него, что вот вот что-то будет. Да-да, то, что вы ждете от него, это и есть перекладывание ответственности. Это и есть перекладывание ответственности. Вместо того, чтобы брать и делать самой, самой то, что вы хотите. Вы ждете это от другого. Вот вам и вопрос. Почему вы выбираете ждать то, что вы хотите от другого, а не делать самостоятельно. Боитесь ответственности, боитесь ошибок. Вот. У страха ошибки, ошибок есть свои причины. Но с ним, со страхом, ошибки. Нужно работать. Так. Дальше. У меня бессонница постоянно, плаксивость, страх за будущее. Ну, это вот опять. С одной стороны, вы свои эмоции подавляете. Это плаксивость и бессонница, являющаяся следствием тревожности. А с другой стороны, страх за будущее, это невозможность положиться на себя. Я понимаю, что нужно с себя научать. Я собой занялась. Как? И до свидания. Ходил и работаю, увлеклась и спортом. Эту работу смучат и все. Ну, это, как вам правильно коллега сказал, это не занятие собой. Это избегание. Вы избегаете реальной проблемы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.